Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии «Лизация Киева». Президент Нурсултан Азарбаев провел в Душанбе встречу с президентом Республики Таджикистан Эмамали Рахмоном. Об этом сообщает Кастак. Казахстан и Таджикистан связывают традиционные дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Между нашими странами отсутствуют разногласия как в политической, так и в экономической сферах. Таджикистан для нас братская страна, поэтому мы заинтересованы в ее стабильном развитии. В нынешней непростой ситуации в мировой экономике у нас есть точки роста для совместного сотрудничества, сказал Азарбаев. Ну и в свою очередь президент Таджикистана подчеркнул, что на сегодняшний день партнерство двух стран укрепляется в различных сферах, в том числе торгово-экономическое. В рамках переговоров с сторонами были подписаны договоры о стратегическом партнерстве между двумя странами, а также ряд других соглашений. Назарбаев направил телеграмму соболезнования королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель-Азизу аль-Сауду в связи с трагическим происшествием в мечети Аль-Харам в Мекке. Как уже сообщалось, на крупнейшую мечеть Мекке в минувшую пятницу упал башенный кран. Число погибших по последним данным составило 107 человек, пострадавших 238 человек. Большинство жертв и раненых – иностранные паломники. Но граждан Казахстана среди жертв и пострадавших при падении крана в Мекке нет. Об этом сообщил Интерфаксу пресс-секретарь МИД Республики Ануар Жайнаков. По предварительным данным, причиной ЧП стали сильные порывы ветра и дожди. В настоящий момент Мекка готовится к хаджу, который начнется позднее, в сентябре. Как ожидается, в Мекку на хадж прибудут сотни тысяч человек. Министр образования и науки Аслан Саринджипов встретился с министром по торговле и инвестициям Великобритании Лордом Фрэнсисом Модом. Подготовлен новый проект меморандума между МОН Республики Казахстан и Департаментом по делам бизнеса, инноваций и навыков Великобритании о сотрудничестве в области образования. Как сообщил Аслан Саринджипов, данный меморандум планируют подписать в рамках визита президента Нурсултана Назарбаева в Великобританию 3-4 ноября. Также в рамках визита главы государства в Великобританию планируется проведение казахстанско-британского форума высших учебных заведений. В Казахстане стартовало стратегическое командно-штабное учение «Центр-2015». Учения пройдут на полигонах Оймаши, региональное командование «Запад» и ШГС, региональное командование «Восток». Отмечается, что по сценарию части и подразделения вооруженные силы будут выполнять поставленные учебно-боевые задачи, отражая атаки условного противника. В общей сложности бойцам будут даны несколько тактических эпизодов, приведение органов управления частей высшей степени боевой готовности, перегруппировка войск, введение специальной войсковой операции и совершение марша комбинированным способом. Сейчас реклама, после мы продолжим не переключать. В эфире выпуск новостей продолжим. До Эк-Тубе дошла сахарная лихорадка. Цена на этот товар первой необходимости выросла почти на 80 тенге за килограмм. Некоторые торговые точки подняли цены на сахар до 230 тенге, а кое-где данного продукта вообще нет в наличии. Наряду со сладким продуктом значительно подорожали яйца, подсолнечное масло, ну и другие продукты питания. С новыми ценами знакомилась наша съемочная группа. В 10 часов утра в магазине местного филиала АО «Сахарный центр» сегодня сахарного песка в продаже вообще не оказалось. Продавец Алтен Бигбауа говорит, что со вчерашнего дня этого продукта в наличии в магазине нет. А накануне его реализовывали по 175 тенге за килограмм. Продавец говорит, что цена на сахарный песок отечественного производства резко подскочила несколько дней назад. Повышается. У нас сейчас самая дешевая цена 175 за килограмм. В анварах 180, 185 отпускает цена. За последнее время на сколько тенге он подорожал в вашем конкретном магазине? Нашим. Мы больше трех тенге не добавляем. Три тенге от силы, пять тенге. Допустим, несколько недель назад вы за сколько его продавали? Несколько недель назад мы... 145 было. Потом 152. Вот потихоньку, вот сейчас в последнее время 175. Цена за один килограмм сахара вот в этом небольшом магазине вообще подскочила до 230 тенге. Хозяйка магазина говорит, что пошла на повышение вынуждена. Мол, на Птовом рынке, на 41-м разъезде сахара вообще в наличии практически нет. То, что удалось купить, продает с небольшой накруткой. Сахара вообще нет в завоз. Заявку делаем, нету сахара. А вы сахар по чем продаете? Брали раньше мы по 145, по 160 продавали. Сейчас вообще нету заявки. Ну вот сегодня вы сахар по чем продаете? По 230. Почему такая вот цена? Ну я в магазине купила, чтобы люди без сахара не осталось. 10 тенге добавила и продаю. А что теперь? 10 килограмм, сейчас 10 штук. Уже осталось там 6 штук, продастся и все, вечером не будет сахара. В городском отделе предпринимательства конкретные причины подорожания сахара объяснить не могут. Здесь лишь говорят, что происходит перебой с поставками, на чем и пытаются заработать мелкие торговые точки. Но выход из этой ситуации чиновники уже нашли. Более-менее дешевый сахар по 182 тенге за килограмм можно купить в крупных супермаркетах. На сегодняшний день сахар в супермаркете на анваре производится по 182 тенге. В супермаркете Динен есть остатки в объеме 4,5 тонны по 154 тенге за килограмм сахара. Это остатки, на сегодняшний день продается в трех супермаркетах. Переговорили с руководством супермаркетов, чтобы эти остаточные сахары перераспределили по остальным супермаркетам Динен. И ожидаемо, что в дальнейшем сахар в супермаркете будет продаваться по 181 тенге. У нас поставщиком сахара является Центрально-Азиатская сахарная корпорация, город Алматы. На сегодняшний день ожидаем завод сахара, вагоны. Кстати, буквально за последние пару дней цена выросла не только на сахар до 130, а кое-где и до 170 тенге подорожали и яйца. Дорого теперь горожанам обходятся и подсолнечное масло, и молочные продукты. В цене только кисломолочные продукты, кефир, два вида кефира и все, больше ничего. На сколько тенге? Сколько раньше было, сколько сейчас? Так, был 108, один вид стал 121, это получается на 13 тенге. И второй тоже на 12, на 13 тенге. И все. Чем больше? Даже не знаю. Даже вот одноразовые пакеты подорожали. Раньше мы брали по 250, сейчас 300, 400. Один маленький рулон, такой 400. Потом вот такие шадринские молоко подорожали. Там все. Вот это уральские кубли тоже подорожали. На 50, на 20 тенге. Яйца в субботу подорожали. За последнее время масло подсолнечное повысилось. На 100 тенге. На 100 тенге прям ощутимо. А сколько продавали сейчас? Продавали по 260 за литр. Сейчас 305 тенге за литр. Сами актюринцы говорят, что уж больно дорогим теперь получается варенье. Золотой сахар для домашних заготовок и золотые яйца нынче не каждый может себе позволить. Есть повышения. Еще какие. Сам в магазин хожу. А какие продукты питания? Да, ну все практически. Ну по 10, по 15 тенге подняли все равно. Видно сразу. Разговор-то какой был, что цены будут сдерживаться? А почему повышаются, вот это неизвестно. Зависит все от головы, наверное. Меняются, вот они сейчас опять, Аким заменился. Значит, какая-то причина в этом есть? Вот мне так кажется. Не знаю, насколько это... Не устраивает повышение. Конечно. Так не надо говорить, что цены будут сдерживаться. А раз говорить, значит, надо их держать, эти слова. Яйца были 95, осталось 115. Через 4 или 5 дней, вот сегодня я взяла 3 десятка, 135. Я говорю, что еще продавщица говорит, что комбикорм, что ли, за 4 дня задорожал или что, зачем такие большие цены? А пенсионерам ведь, вот мы пенсионеры 35 тысяч получаем, как жить? В отделе предпринимательства заверили, что ситуация с сахаром, яйцами уже взята под контроль. Мол, в регионе действует штаб по контролю за ценами, члены которого проводят мониторинг торговых точек выборочно, без предупреждения. Но, тем не менее, сдерживать повышение цен на продукты питания, тем более, когда доллар резко скачет в день по несколько раз, вряд ли удастся. Реализация Кива, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Синоптики рассказали, какая погода ожидает нас на этой неделе. Теплые вещи и сапоги на меху доставать, конечно, еще рано, однако зонтики все же потребуются. В середине недели по области ожидаются осадки. Правда, дожди обещают быть теплыми за счет направления ветра, а также с довольно высокой для дождливых дней температурой воздуха. По области максимальная температура на неделе достигнет плюс 28 градусов по Цельсию. 16-17 сентября погода будет портиться. Днем 16-го, сутки 17-го по области ожидаем дожди. Ветер будет в основном юго-восточных направлений, 9 восточных, юго-восточных, 9-14. Днем 17-го ожидаем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температурный фон ночью составит 5-10, местами 13 тепла. Днем 18-23, местами 26 тепла. Как отмечают синоптики, погода с 14 по 20 сентября не будет отличаться какими-либо резкими перепадами. По сути, на этой неделе по области ожидается классическое бабье лето или бархатная осень в красно-желтых тонах. Лишь в середине недели ожидаются дожди усиления ветра. Его скорость будет составлять 9-14, местами до 20 метров в секунду. Однако, стоит отметить, что направление ветра будет юго-восточным, стало быть, теплым. Да и столбики термометра в дождливые дни не будут опускаться до отметки, когда необходимо доставать теплые вещи. Ближе к выходным в регионе вновь будет солнечно и почти безветренно. В целом, по области максимальная температура на неделе достигнет плюс 28 градусов по Цельсию. На главном проспекте города вновь затеяли ремонт дороги. На участке от улицы Букинбай-Батыра до подземного перехода в районе мечети Нургасыр рабочие фирмы «Асана» «Стройсервис» ведут дорожные работы по замене асфальта. Испытывать некоторые неудобства водителям придется в течение 10 дней. В текущем году нам запланировано проездить лишь один участок дороги. Это от Букинбай-Батыра до улицы Манчук-Мамета. Оставший участок будет переходящим на 2016 год. Общая смертная стоимость проекта составляет более 180 миллионов тенге. В этом году предусмотрено 90 миллионов тенге. На сегодняшний день на четырех полосах работы по фрезерованию асфальта завершены. Завтра, в сегодняшний день будут произведены работы по устройству нижнего слоя асфальта и бетонного покрытия. Аксюбинцы вновь набрали приличные долги перед акционерным обществом «Трансэнерго». На сегодня общий долг горожан составляет более 66 миллионов тенге. При этом эта цифра растет. Сейчас АО «Трансэнерго» обратилась за помощью к частным судебным исполнителям, которые проводят рейды, чтобы взыскать долги со злостных неплательщиков. На сегодняшний день на исполнении находятся 1320 исполнительных документов о принудительном взыскании на общую сумму 66 миллионов 112 тысяч тенге. На сегодняшний день частным судебным исполнителям окончено 903 исполнительных производства на общую сумму 28 миллионов 669 тысяч тенге. Частным судебным исполнителям принимаются все меры по обеспечению исполнительных документов. Получены санкции суда на наложение ареста на движимое и недвижимое имущество, а также на денежные средства. Сегодня представители коммунального предприятия совместно с судебными исполнителями вышли в рейд по должникам, однако акция едва не оказалась под угрозой срыва. Чему несказанно обрадовали сотрудники АО «Трансэнерго». Дело в том, что несколько должников, словно предчувствуя визит в судоисполнители, еще и в первой половине дня погасили многотысячные долги. Но и в итоге им удалось избежать мучительной и унизительной процедуры изъятия ценных домашних вещей и их оценки в присутствии хозяев. Однако не все потребители, имеющие долг, избежали этой участи. Удвоих все же изъяли легковые автомобили. За год в Ак-Тубе было легализовано около 3,5 тысяч объектов недвижимости. В настоящее время в комиссию по легализации имущества поступило 2657 заявлений. В состав комиссии входят специалисты Департамента экологии, РГП-центр недвижимости, Управление защитой прав потребителей, внутренних дел юстиции, ЧАЭС, отделов архитектуры, земельных отношений города, а также налогового управления. Комиссия по легализации недвижимого имущества продолжает свою работу по приему и рассмотрению документов. Прием документов у нас производится ежедневно с понедельника по пятницу в здании городского Акимата, первый этаж, третий кабинет. В настоящее время в комиссию поступило 2657 заявлений. В основном заявления поступают по вопросам легализации садовых домов, жилых домов, а также коммерческих объектов. С началом учебного года увеличивается число детей, пострадавших в результате ДТП. Сегодня сотрудники административной полиции встретились с учащимися школой номер 22. Ученикам третьего класса продемонстрировали, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу в нерегулируемых светофорами местах и напомнили о правилах дорожного движения. Об этом подробнее в следующем видеоматериале. Вот так сегодня полицейские учили школьников, как правильно переходить дорогу. Сотрудники административной полиции сегодня провели лекции для учащихся школы номер 22 в рамках специального плана «Школа». Все эти меры принимаются в целях недопущения ДТП с участием детей. К сожалению, в этом году избежать смертельные случаи на дорогах не удалось. В результате ДТП погибло двое несовершеннолетних. Буквально недавно, 12.09 в 12.43, водитель автомашины Деон Экси, двигаясь со стороны проспекта Нокина в направлении города Ахтье по Орской трассе напротив остановки школы Исидбатыра, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил в неустановленном месте. В результате ДТП несовершеннолетняя девочка от полученных травм скончалась в скорой медицинской помощи. За 8 месяцев этого года зарегистрировано 102 факта ДТП с участием детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост на 43%. С 1 сентября в определенные часы около школ дежурят наряды ДПП и выявляют водителей-нарушителей. Прежде чем переходить дорогу, нужно смотреть. Если там красный стоит, значит красный человечек, значит надо еще стоять. А если зеленый, значит нужно идти. Я перехожу дорогу, сначала посмотрю налево-направо и жду, пока машина остановится. Только потом перехожу. Если есть светофор, то жду, пока загорится зеленый. И тогда я перехожу. Когда дорогу переходишь, нельзя бегать. Можешь упасть, а машина не увидит и задавит. Я когда перехожу дорогу, я посмотрю налево и направо, потом перехожу. Я смотрю по сторонам с Ожекой, потом мы идем, когда машины останавливаются, а когда светофор, мы ждем, пока будет красный. И машина останавливается, и мы проходим. Чтобы избежать трагедии, внимательными должны быть как дети, так и водители. А родители должны чаще вести профилактические беседы с детьми о правилах дорожного движения. Айшат Ибрагимова, Алексей Уразов, программа «Факт». 180 аксюбинцев в этом году отправились в Мекку для паломничества, которое называется хадж. В этом году была выделена квота на 5000 казахстанцев. Продажу путевок в святые места, стоимость которых составила от 3000 долларов, реализовывали 20 туристических фирм. Ранее в городской центральной мечети был организован двухдневный семинар, где паломников ознакомились с информацией, необходимой для отправляющихся в Мекку. 9 сентября из Ак-Туби отправилась первая группа паломников из 80 человек, а 13-го – остальные. Стоимость путевки варьируется от 3000 долларов до 3600. В этом году путевки в Мекку подорожали на 200-300 долларов по сравнению с прошлым годом.